РУСФОНД продолжает помогать тяжелобольным детям. История Яромира Самкина. Он единственный, да, долгожданный, единственный ребенок. Смогут ли заключенные получить высшее образование? КФУ и ФСИН обсудили возможности сотрудничества. Вызовы новой журналистики и дань уважения старой. Чем запомнились экзаменские чтения в этом году? Это был человек безграничный какой-то любви к студентам. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Амир Сабиров. В Казанском федеральном университете пройдет открытый диктант по немецкому языку «Tolus Diktant». Диктант является ежегодным мероприятием в университете, а в качестве организатора выступает Институт филологии и межкультурной коммуникации. Казанский университет и один из крупнейших благотворительных фондов России «РУСФОНД» продолжают проект при абилитации тяжелобольных детей. Тему продолжит наш корреспондент. Он, получается, у вас единственный ребенок? Он единственный, да, долгожданный, единственный ребенок. Утро в детском саду, а после обеда сразу на реабилитационные курсы. Домой Яромир вместе с мамой возвращается лишь вечером. Именно так проходит почти каждый день у шестилетнего мальчика. В полтора года у него первый раз случился инсульт. Мама сразу же обратилась за помощью в больницу. У Яромира диагностировали болезнь Моя-Моя. За последующие пять лет инсульт случился еще два раза. Сейчас семья Яромира борется с последствиями болезни. Вот у него пострадала сильно правая рука. Он практически не разговаривает, говорит всего несколько слов. То есть вот мышцы лица, у него тоже ослабленный рот, постоянно вот в таком полуоткрытом состоянии. Развивается сколиоз, плоскостопие. То есть проблем очень много. У Яромира достаточно редкое генетическое заболевание, в результате которого поражаются сосуды головного мозга. И как результат возникают двигательные нарушения, когнитивные, речевые нарушения. В связи с этим ему потребуется комплексная реабилитация, которую мы обеспечим ему на базе нашего центра. В научно-клиническом центре с Яромиром занимаются сразу несколько специалистов. Например, вот такое упражнение необходимо для выравнивания осанки и обучения правильной ходьбе. В таком костюме врачи называют Яромира – космонавт. Он способный мальчик, интеллект у него сохранный. Он с удовольствием везде занимается, очень любит заниматься со всеми специалистами. И вот мы сюда обратились, в НКЦ. Хотим здесь пройти несколько курсов реабилитации. Мы выстраиваем индивидуальную программу в зависимости от текущего статуса ребенка. И каждый ребенок занимается по индивидуальной программе. В школу Яромир пойдет не в 7, а в 8 лет. Весь следующий год мальчик будет проходить реабилитационные курсы. Яромиру необходимо занятие с логопедом, дефектологом и нейропсихологом. Всю необходимую помощь семье Самкиных готов предложить научно-клинический центр пецизионной и регенеративной медицины КФУ. В нашей клинике у нас большой спектр оборудования для реабилитации и специалистов, которые будут помогать Яромиру улучшить его качество жизни. По словам врачей, у Яромира позитивные прогнозы на реабилитацию. Но своими силами потянуть дорогостоящее лечение семья не может. Внести свой вклад можно, отправив СМС со словами «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Узнать, как отправить большую сумму, можно на сайте русфон.ру Татарстан. Результат реабилитации может оказать сильное влияние на дальнейшее развитие мальчика. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете обсудили возможность организовать условия для дистанционного обучения в вузах людям из мест лишения свободы. В Казанском федеральном университете прошло межрегиональное совещание, посвященное актуальным проблемам и вызовам, стоящим перед уголовной исполнительной системой России. На базе КФУ уже в течение, по сути, восьми лет проводятся мероприятия, связанные как раз с повышением квалификации сотрудников СИН. Это связано и с подготовкой имамов, которые работают на территории закрытых учреждений, в том числе и сотрудников самих, самого СИН. Для чего все это делается? Для того, чтобы создать именно безопасную среду в самом ПСИНе и помочь им, может быть, принести какие-то новые идеи, принести какие-то новые мысли для того, чтобы они реализовали на базе своего учреждения. Повесткой совещания стала возможность предоставить условия для получения высшего образования людям, находящимся в местах лишения свободы. Таким образом, у спецконтингентов СИН появится шанс интегрироваться в общество и начать новую жизнь после освобождения. Казанский университет принимает общественный совет СИН России в лице нашей комиссии буквально на следующий день после очень значимого события, произошедшего в Москве. 16 февраля в Москве президент республики Татарстан Рустам Дургалевич Мениханов подписал вместе с министром юстиции Чуиченко, с директором СИН России, генералом-полковником Гостевым, важные соглашения не только о взаимодействии, но и об открытии строительстве изначально здесь, на территории Республики Татарстан, нового центра. Совещание стало первым мероприятием в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с Академией права Федеральной службы исполнения наказаний и другими организациями, подписанного 6 декабря 2021 года. Арианна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. В Союзе журналистов Республики Татарстан прошла научно-практическая конференция, посвященная памяти первого декана факультета журналистики Казанского университета Флорида Акзамова. Подробности далее. Акзамовские чтения стали традиционным мероприятием для журналистов Татарстана. Для многих это повод отдать дань уважения метру и обсудить с коллегами новое веяние профессии. Поговорим мы, конечно, о тенденциях развития нашей журналистики, в том числе региональной, татарстанской журналистики, в том числе о проблемах. А проблем у нас очень много. Этой проблемой, наверное, цифрового неравенства в плане, скажем, освоения цифрового пространства национальными ресурсами. В 1959 году Флорид Акзамов закончил Казанский университет. Десять лет работал в редакциях, стал заместителем редактора газеты «Совет Татарстана». А в 1972 возглавил отделение журналистики КГУ, которым до него руководили Пехтелев и Юткевич. Это был человек безграничной какой-то любви к студентам. Вот, наверное, это качество его главное мне и передалось, видимо. Потому что я считаю, в педагогике должен работать человек, который любит своих студентов. Если он не любит и не верит в них, то какой смысл ему вообще чему-то их учить? Сегодня имя Акзамова носит 224-я аудитория Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Поскольку я занимаюсь историей журналистики, у Флорид Акзамова были труды, посвященные именно историческим, в частности, истории татарской журналистики. Он автор первой монографии Акбдулья Тукая, журналисти. И поэтому и в этом отношении я его труды, конечно, тоже изучал. Специально к мероприятию был выпущен «Альманах», куда вошли научно-исследовательские работы ведущих журналистов Татарстана. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. Как связан ученый Дмитрий Менделеев с Казанским университетом, об этом прямиком из отдела рукописей расскажет наш корреспондент. Дмитрий Менделеев говорил, химия – это область чудес. В ней скрыто истинное счастье человечества. Величайшие забоевания разума будут сделаны именно в этой области. В феврале нынешнего года исполнилось 188 лет со дня рождения великого русского ученого-химика, автора периодического закона химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Он родился в 1834 году в Тобольске в семье директора гимназии и попечителя училищ. В 31 год защитил докторскую диссертацию и стал профессором химии Петербургского университета. Всю свою жизнь, которая, как и у многих ученых дореволюционной России, у него была непростой и тернистой. Но, несмотря на это, он посвятил ее науке. В отделе рукописей и редких книг Казанского университета сохранилось несколько первых изданий великого ученого. К примеру, книга под названием «Нефтяное дело», выпущенная в 1886 году. А также знаменитое рассуждение Менделеева, рассуждение о соединении спирта с водою. Данное произведение было выпущено в 1865 году в городе Санкт-Петербург. Менделеев был также выдающимся экономистом, обосновавшим главное направление хозяйственного развития России. Он выступал горячим сторонником протекционизма и хозяйственной самостоятельности России. Например, в своих работах «Письма о заводах и толковый тариф» ученый отмечал несправедливость экономического порядка, позволяющего странам, осуществляющим переработку сырья, пожинать плоды трудоработников, стран-поставщиков. Этот порядок, по его мнению, имущему отдает весь перевес над неимущим. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, Универньюз. На этом все. В студии был Амир Сабиров. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok